Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. Также я являюсь топ-лидером номер один MLM-компании. Сегодня я хотела бы поговорить с вами об очень наболевшей для всех теме. Как бороться с возражениями. И я расскажу вам топ-9 возражений, с которыми я очень успешно борюсь. Есть определенная схема, как работать с возражениями. Сначала вам обязательно нужно выслушать человека. Потом согласиться. Потом договориться. И потом включиться в его проблему. Итак, первое возражение, которое очень часто встречается. Дорого. Я с вами совершенно согласен. Когда-то я тоже так думал и немножечко хотел сэкономить. Но когда я разобрался в этом продукте, понял, какой состав замечательный. Понял, как экономично расходуется этот продукт. И самое главное, я понял, что в долгосрочной перспективе в итоге все-таки оказывается дешевле. Тогда я уразумел, что нужно брать этот продукт именно сейчас. И что это совершенно недорого. Второй момент. Дешево. Если человек так говорит, значит ему показывали самые недорогие продукты из серии. И нужно будет сказать, что у нас есть линейка премиум. Там цены на порядок выше. И ты можешь уже выбрать, какую именно продукцию тебе приобрести. Третье возражение. Это сетевой. Вы можете отвечать так. Это современный смарт-бизнес. То есть умный бизнес. Мы работаем в трех направлениях. Традиционный бизнес, франчайзинг и партнерская программа. Ты можешь или выбрать все три вида бизнеса и получать из трех источников одновременно. Или выбрать какой-то один. Но в любом случае это именно смарт-бизнес. Четвертое возражение. Нет денег. Я тебя прекрасно понимаю. Сама была в такой же ситуации. Поэтому предлагаю тебе не рубить на корню, а разобраться с этим вместе и принять решение. Потому что именно этот бизнес дал мне достаточно много денег. Пятое возражение. Нет времени. Ты знаешь, у меня тоже раньше не было времени. Я ходила на наемную работу и с девяти до шести вечера я просто пропадала. Пыталась открыть свой традиционный бизнес, но там приходилось очень сильно напрягаться и результат был маленький. Здесь мне понравилось именно то, что ты работаешь командно. И еще, что у тебя есть система. Ты этим самым намного уменьшаешь то количество времени, которое нужно отдавать бизнесу. Ты просто настраиваешь систему, запускаешь это как маховик и он потом работает за тебя. Поэтому здесь я не трачу много времени совершенно, но получаю очень достойные деньги. Другими словами, я использую не только 100% своих усилий, а еще и 100% усилий других людей равномерно распределенных. Я не умею. Ты знаешь, я тоже раньше боялась вступать в этот бизнес. И поэтому уделила очень большое значение системе и разработала алгоритм, начиная от новичка и заканчивая супер предпринимателем. Что нужно сделать в первые 90 дней бизнеса, чтобы выстроить структуру в такое-то количество человек и заработать определенную сумму денег. У меня не получится. Это нормальное возражение. И нормально думать, что у тебя не получится. Но обычно не получается исключительно у тех людей, которые Первое. Идут в компанию, где нет системы и нет хорошего куратора, который будет сопровождать. Второе. Не получается у глухонемых. Ну и то. У многих получается. Третье. Когда плохой продукт. И четвертое. Когда нет команды. Вот смотри. Пошаговая система у нас есть. Куратор у тебя отличный. Это я. Команда у нас тоже замечательная. Мы все вместе друг друга поддерживаем и выходим за 90 дней на шикарный результат. Ну и слышать и говорить ты тоже можешь. Поэтому давай приступим и я покажу тебе все нюансы. Этот бизнес не для меня. Такая ситуация случается, если вы плохо поработали по системе вовлечения. Есть определенная пирамида, где говорится о потребностях человека. И скорее всего в данном случае вы говорили только о своих потребностях, но не о его потребностях. Как же их выявить? Вы можете сказать человеку. Да, хорошо, без проблем. Я понял, тебя этот бизнес не интересует. Но ты можешь чисто по-дружески сказать мне о том, что именно тебя смутило. Что тебе не понравилось. Может быть я сказала тебе какие-то не те вещи. В общем расскажи, что бы тебя могло заинтересовать, например. И когда человек даст вам уже эти ответы, то вы можете их проработать и дать этому человеку именно то, что ему нужно. То есть исходя из его потребности. Это женский бизнес. Смотри, бизнес на самом деле не делится на мужской и женский. Нужно обязательно человеку показать кейсы знаменитых людей, которые именно в косметических компаниях в MLM добились высоких вершин. И сказать, вот смотри, есть люди, которые мужчины, но добились очень больших вершин именно в этом бизнесе. Поэтому тут совершенно не играет роль, кто же этот человек, мужчина или женщина. Но у нас есть большое преимущество. В косметическом бизнесе потребителем является женщина. Это самый большой платежеспособный вид потребителя. Женщины больше всего тратят деньги. Даже во время войны женщина в первую очередь купит себе помаду, а потом уже хлеб. И вот есть мужчины, которые заработали многомиллионные состояния именно на этой тенденции. И я предлагаю тебе посмотреть на этот бизнес не как на мужской и женский, а предлагаю тебе изучить именно перспективу этого рынка. И показать дальше перспективу рынка. Ну вот мы с вами и разобрали самые основные возражения. Я надеюсь, что вы сейчас попрактикуетесь и в вашу команду пойдет намного больше людей. С вами была Елена Коваленко. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Ставьте лайки, если это видео было вам полезно. Можете в комментариях писать любые вопросы, я обязательно отвечу. Можете даже плохие вопросы писать, плохие комментарии. Я не обижусь. И нажимайте на звоночек под видео, чтобы не пропустить следующее очень интересное обучающее видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!